Здравствуйте, гражданин. Я хочу вам рассказать о двух фильмах, которые вы можете посмотреть в кинотеатрах, начиная с четверга, с 20-го числа. Нет примера лучше, чем современное европейское, такое пан-европейское кинопроизводство, чем фильм венгерского режиссера Бенедека Флигауфа под названием «Чрево». Мы когда-то рассказывали о нем с кинофестиваля в Лакарно, и тогда он назывался в моем личном переводе «Матка». Речь идет именно об этом органе, в котором героиня Евы Грин – это девушка божественной красоты, которую вы знаете, как девушку Джеймса Бонда и по роли в французском фильме «Берта Алуччи. Мечтатели», действия которой происходит в Париже. Она тоже, в общем-то, француженка, Ева Грин отчасти хотя бы. Во всяком случае, проходит как французская актриса. И вот этот фильм, снятый венгерским режиссером с французской актрисой на английском языке под названием «Чрево», рассказывает зубодробительную историю о девушке, решившей после потери супруга выносить в собственном чреве клона своего мужа. Видимо, скоро такие истории будут составлять обычную практику нашей жизни. Ну, девушка воспитывает, собственно, мальчика. Мальчик ни о чем не догадывается, что он приходит к своей маме не только сыном, но и одновременно мужем. Так когда вырастает, мама склоняет его к сожительству, потому что, в общем-то, с этой целью она его и выращивала. Несмотря на то, что, допустим, она постарела лет на 30, режиссера уже не интересует, поскольку как бы сын вырос, он остался тоже. Ну, это все мелочи жизни. Видимо, в будущем этот вопрос тоже будет как-то решен. В общем, картина в пересказе звучит очень комически, но на самом деле там, конечно, ни капли юмора нет. Все очень серьезно. Режиссер полон размышлений о философской подоплеке вот этого будущего, который нас ожидает. Он, наверное, даже и не помнит, что уже лет 40 назад обо всем этом рассказал в «Солярисе» Андрей Тарковский. Ну, это мелочи опять же жизни. В общем, это такая научно-фантастическая притча под названием «Чрево». Бегите срочно, если вы давно не видели его Грин, она давно не снималась, она очень красивая девушка. И если вы любите вот такие вот научно-фантастические притчи. Мы пока расскажем нашим слушателям о втором, о второй кинопремьере вот этих дней января. Это фильм уже не европейский, а американский, но с актрисой, которая какое-то время назад считалась такой. Одним из главных лиц такого фестивально-паразитического кино, как я это называю, это актриса Николь Кидман, которая славилась в начале нулевых и в конце 20 века, а потом, начиная где-то с 2004 года, перестала сниматься в хороших фильмах после Догвеля и после «Широко закрытых глаз», и после «Мулян Ружа», и после фильма «Часы», который принесла «Оскар», и после каких-то других картин. В общем, уже лет пять, как она не снимается в приличных фильмах, как это не печально. Все, что она снималась после 2004 года, это фильмы, в общем-то, которые не оставили следа ни у критиков, ни у зрителей, будь то Австралия, или «Вторжение», или «Переводчица», или «Рождение», или «Мех». Все это прошло как-то боком, и вот попытка очередная Николь Кидман хоть как-то прозвучать в современном кино выходит на широкие, я надеюсь, хоть отчасти, экраны. Этот фильм называется «Кроличья нора», и это такая психоаналитическая драма на очень несвежий, избитый сюжет о семейной паре, потерявшей ребенка, и как под гнетом, так сказать, этого горя они, собственно, саморазрушаются, как семья в том числе. Я стараюсь, чтобы все было хорошо. Это невозможно. Понимаешь? Извини, но ничего хорошего больше нет. Все, кто видел фильм Ларс фон Триер «Антихрист», могут себе сказать, что они уже все это видели, другое дело, что «Антихрист» — фильм, который мне глубоко не нравится, но и отказать ему в некой энергетике, в какой-то бредовости, в режиссерском драйве никак невозможно. Здесь же это сделано все под соусом такого независимого американского кино. Достаточно скучно, психологично, а психологично означает, что все эти переживания вы уже видели. И как-то совершенно неаппетитно и неинтересно, что вдвойне странно, поскольку фильм снял такой режиссер независимый, довольно интересный, Джон Кэмерон Митчелл, чей предыдущий фильм под названием «Клуб Шортбасс». Он был, в общем-то, на грани, а иногда за гранью, значит, порно, и рассказывал о нескольких людях, которые посещают вот этот клуб Шортбасс, где продаются радостям группового секса. Может быть, Кидман и думала, что и этот фильм будет о том же, поэтому согласилась. Ну вот оказалось, что фильм абсолютно не о том трагической истории в жизни ее семейства, точнее, семейства ее героини. Но тем не менее, хоть и номинацию на «Золотого глобуса», она сразу же заработала, хотя и не получила ничего, проиграв Натали Портман. Абсолютно справедливо, кстати говоря, проиграв. Но, может быть, и на «Оскар» получится номинацию. Это когда-нибудь пройдет? Нет. Но со временем становится не так больно. Вселенная бесконечна. В ней есть тысячи копий тебя и тысячи меня. Мне это нравится. Где-то там вам сейчас хорошо, наверное.